Ну знаете, давайте посмотрим на истоки цветных революций, которые прокатились по стразам бывшего Советского Союза, отделившейся от СССР, и на особенность страны арабской весны. Именно через интернет американские, израильские и британские спецслужбы поднимали массы, поднимали на пустом месте практически большую волну протеста путем дезинформации, путем промывания мозгов. Об этом говорили сами активисты. Например, в Ливии активистка давала интервью, что она верила в те ценности, которые проповедовал интернет, сейчас она не верит. Поэтому она жалеет, что Муаммара Каддафи, который был практически, если можно так сказать, отцом нации, который сделал народ благополучной, процветающей страной, обеспеченной практически всем водом, электричеством, инфраструктурой, бесплатным обучением, бесплатным медицинским образованием, его растерзали фактически. И все это в результате работы интернета, социальных сетей. И практически во всех, в Тунисе, в Египте, в Ливии, в Ираке, в Сирии колоссальную роль играл именно интернет, который через социальные сети, даже когда официальные власти отключали, то тем не менее Твиттер оставался через Гугл или через другие социальные сети. Поэтому, естественно, мне бы не хотелось, чтобы на территории наших субъектов федерации каким-то образом вот этот интернет сеял вот эти злые семена, которые бы прорастали и в итоге приводили бы к недовольству и к противостоянию с той тенденцией, которая сложилась вот в последний год в нашей стране. Поэтому законопроект, я не думаю, что он будет похож на китайский законопроект, но фильтрация контента, безусловно, нужна. Потому что та же самая, например, детская педофилия, например, это же колоссальный урон, именно молодые, молодые же сидят в основном в интернете, находят, разрушают души, расслевают души молодых. Поэтому, конечно, нужен фильтр.